Приветствую вас! Вы знаете, мне кажется, что свой вопрос вы задаете немножечко мне по адресу, потому что тут, мне кажется, больше у вас в момент связан с традициями вопрос, причем с традициями вашими, то есть вашей страны, где вы живете, вот, и с тем, что можно, что нельзя, что позволено и что не позволено, вот такая вот история. Мы психологи, мы разбираем проблемы, да, мы разбираем чувства, мы разбираем эмоции, мы разбираем конфликты, противоречия людей. И для нас, как для специалистов в этой области, наверное, важнее было бы то, почему вы взяли девушку за руку, в каком контексте вы ее взяли за руку, почему вы пообещали друг другу, что вы жените столько на друг друге, что вас объединяло, какие были предпосылки к тому, чтобы обещать подобное, это очень серьезное обещание, да, вот. И почему вы, значит, передумали, вот один передумал, второй нет, может ли он этим аргументом добрать девочку. Кто один, кто второй, непонятно, да. Кто обещал, кто передумал. Можно ли забрать девочку другой, кто не передумал? Может, но будет ли она ее влюбить, если она обещала тому, кто передумал? Зачем такая девочка, зачем такая жена? Большой вопрос. А если нужна, то какая цена? Или рассчитывать на то, что она полюбит, так сказать, в процессе? Вот эти моменты нужно прояснить, как минимум. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. И не хлеб. Он сделает его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.